Так вот, кто же может смотреть, кто же может смотреть непосредственно, будто бы в глаза в глаза, кто может смотреть на это? Это манджарий. И они чувствуют эту переполняющую, вот эту переполняющую Мохан страсть. Это абсолютное чувство. Чувство абсолютное. И вот именно это, вот эта страсть, проживание этой страсти, вот это сопроживание или сангиртана, сопроживание этой страсти является тем, что очищает. И вот эта сангиртана, когда люди, они вместе, они чувствуют это же, только эта сангиртана сангиртана диплом. Смотреть её глазами, сопереживать её чувствами. Вот мы сюда пойдём. Если ты просишь о медитации, то мы идём сюда, в то, как она смотрит на него. Она смотрит на него, как она слушает его, как она смотрит на него, что она чувствует. Мы сюда идём, вот в это состояние. 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 Давай. Рады, рады. Рады, рады. Рады, рады сундарам. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Радика's gate, like faltering gate, not straight, but faltering, because she was immersed in thoughts of her blood. Сегодня мы читаем 65-й стих Рады Раса Суданитхи, который является комментарием или дополнением, или раскрытием предыдущего стиха. И мы продолжаем это углубление понимания этой оживляющей страсти. Today we are reading Рады Раса Суданитхи, verse number 65, which is like a continuum of the previous verse, that we can dive deep and close this deep passion, which was in the last verse, in the previous verse. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Пусть Пусть наши сердца найдут высочайшее совершенство, волны сущностей расы. Тут написано детских, но на самом деле это начало юности. Игр Радхи Матховы начало юности, сияющая сладость которых подобно истинному потоку изобилия полноты цветущей взаимной страсти, в котором они всегда страдают. May hour May our heart find unlimited perfection in the way of the essence of Rasa. Сущности расы игр Радхи Матховы начало юности. The essence of Rasa of Radhika and Madhava pastimes in the beginning of their youthfulness. Сияющая сладость которых подобно истинному потоку изобилия полноты цветущей взаимной страсти. Они всегда страдают потому что не могут получить утоления от прикосновений друг к другу. и в котором они играют божественные изысканные игры в которых наставляют и инициируют друг друга. Кажется, что я никогда не читал этот стих. Я его читаю уже целую неделю. и до сих пор не могу даже капельки извлечь этой сладости. мне кажется, что я на берегу океана. И до меня доносится шум этих волн бушующих волн этого океана страсти. И вот этим эхом этим ощущением я могу поделиться от этого впечатления этого первого приближения. и я могу share с вами только some feelings of this first first coming to this something what I can hear of this rumbling way of this first approach of this first approach пусть наши сердца найдут высочайшее совершенство в волнах сущности расы игр Радхи Матхвы начала юности may our hearts find find unlimited perfection in the way of the essence of Rasa of Ravika and Madhava's pastime here he is saying that here it is a childhood but actually it's the beginning of their youth что же питает наши вечные сердца что же пульсирует в нас там по ту сторону времени what is in us beyond this eternity what is this the high perfection which is like a heart beating in our chest it is the very essence of the Rasa it is the very essence of the Rasa Rasa давайте перейдем к комментариям Анатадаса Бабаджи который называется предел совершенства let's read the commentary of Шилан Анатадас Бабаджи Махарадж under the title of The Limits of Perfection то есть то у чего больше нет то чего выше быть не может something that you cannot find everything which is higher than this это тайна всех тайн это самое сокровенное Сарва Гухят Тамам It is the secret of secrets В предыдущем стихе Шрипада в своей форме кинкари увидел шесть видов искусности Шримати Ратики во время ее любовных игр и прославил их In the previous verse Шрипада in his кинкари form Так же как почтительная любовь и благоговение спутников Господа Вишну на Вайкунхе увеличивается когда они видят или памятают шесть видов его богатств Just as the reverential love and respect of Lord Vishnu's associates in Вайкунта increases when they see or remember his sixth kind of opulent Also сладкая любовь kinkari kratiki увеличивается когда они видят или памятают шесть видов ее искусности So the sweet love of the kinkari for Radhika increases when they see or remember her six kinds of experiences This sixth kind of dexterity with which she gives the highest savor and the highest joy to This we слегка коснемся шести видов богатств Вайкунтхи но с нашей точки зрения с точки зрения манджарибавы Here I want to touch these six opulents of Вайкунтха but in a perspective of манджарита Чтобы у нас не осталось ничего отделенного от страсти Radhika Чтобы не существовало ничего противоположного чтобы ничего не было отделено Мы совершаем все separated Мы сейчас обнаружим естественную связь йогу mg Now now we are going to find this connection this yoga — Кто же такой Вишно? — Какой Вишно? — Это, в конечном счёте, это проявление Нангеманджаря. — И эти богатства, которые заявлены как богатства на Вейхунхе, они проявление этой полноты, которую вбирает в себя Ананга. Она есть результативная часть абсолютной истины, и она вбирает в себя всю сладость, которая рождается из ядра Вечности. — А это ядро Вечности — это как раз то плавающее ядро страсти, Рандха и Мадхавы. Рада Мохана. — Дамодар Прабу, можете последнее повторить, потому что немножко интернет вот про ядро, то, что вы говорили ещё раз о том, что интернет немножко… — А центр Вечности — это пылающее ядро страсти Радха Мохана? — Какие же там богатства известные нам? — Самоотречённость. — Самоотречённость. — Радхике ничего не надо от Кришны. Она абсолютно бескорыстна. Её любовь абсолютно бескорыстна. — And Radhika, she needs nothing from Krishna. — Her love is completely selfless. — Вся слава. — Вся слава — это слава её любви. — And another opulence is all glory. — And her love, Radhika's love, also has an old glory. — Вся сила — это сила её страсти. — The power — another opulence is the power, the power of Radhika's passion. — Вся красота — это красота. это неописуемая красота её формы, её сущности. — Other opulence is all beauty. And Radhika is all... She is the most beautiful. She is the essence of beauty herself. — И всё знание, всё знание — это знание о том, как сделать Мохана ещё более счастливым. Это её искусность. — And another opulence is all knowledge. And Radhika, she knows how to make her beloved the most happy. And it's one of her dexterity. Мы видим, всё связано. Мы видим, всё связано. Всё связано. И пропадает чувство отделённости, появляется эта сладостная связь с центром нашей вечности. — Прошу прощения, у меня интернет. Наверное, это у меня. Можете ещё раз повторить? — Да. Появляется... Пропадает отделённость и появляется связь, естественная связь всего сущего с центром нашей вечности. — So here we can see that there is no separation, that everything is connected, and here we can see how this connection appears, how this connection with this core of eternity, how this connection is appearing. И мы продолжаем читать комментарии. Шри Пада вместилище величайшей милости в Шри Чайтанье Махапрабху. И поэтому он всегда наслаждается сладостью высочайшей формы Рагануга Бхакти, называемой Манджари Бхава. Мне кажется, здесь каждую строчку можно комментировать. Можно лекцию по каждой строчке давать. — Here we can comment every line. We can give lecture on every line. — Что же такое милость с читанием Махапрабху? Чья это милость? — The grace of Махапрабху. Whose grace is it? — Как Махапрабху становится вишвамбхарой? — How Maha Прабху becomes vishambhara? — Amba. — Amba. — Mama. — Мать. — Вселенская мать — Amba. — Amba. — Vishwa — Вселенная — Vishwa. — Amba — Mate. Вишвамбарай means like вишва of the whole world амба means mother Хара так то крадет все страдания забирает все страдания Хара means someone who steals who takes away all obstacles та, которая напитывает все живые существа и подвижные и неподвижные This one who nourishes all the living entities like moving and non-moving entities это ратика переполненная счастьем и м и м и и и и и и и Все работает? Да. Это рафика, переполненная страстью. Это рафика, исполненная изобилием любви к Мохану. У нее столько любви, что Мохан не способен ее вместить. Эти излишки в огромном изобилии проливаются на все живые существа. Излишки в огромном изобилии. Излишки в огромном изобилии проливаются на все живые существа. И здесь мы, здесь именно об этой милости говорится, об этой милости, о том, что Шуипада исполнен этой милости. Он накормлен и напоен этой сладостью, опьянен этой сладостью. Опьянен этой сладостью высочайшей формы рогануга в бхакти. Называемой Манджарибава. Или способности воспринимать происходящее, воспринимать мир, воспринимать все чувствами Шримати. В своей Садхикавееша он говорит, «Любовь Радхики и Мадхавы способна вызвать поток сущности сладчайшей страстной любви, расы». Видите, здесь дается определение, живое определение расы. Что есть раса? Раса – это поток сущности сладчайшей страстной любви. 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 Принято, простите, принято чем? Принято садхиками, слушателями, садхиками, преданными нами. Тебе без этого понимания все будет наполнено заблуждениями. Ибо это центральная линия, это ядро сущностей того, о чем мы говорим. Это ядро сущностей самой реальности. Это тот самый реактор, из которого пристекает все сущие. И непонимание того, что есть раса, рождает все виды заблуждений. Раса – это сущность сладчайшей страстной любви между Мохотом и Ратикой. Такая взаимная любовь постоянно увеличивается в сладости и страсти. Сладости и страсти. Сладострасти. Sweet passion. Шиларупа Госвами в своей Уджваланиламане описывает Анурагу следующим образом. Анурага – это любовь, которую влюбленный ощущает как всегда свежую. Поэтому она также изумительно разнообразно меняется каждое мгновение. Она живет как бы независимо. Независимо от Мохона и независимо от Ратики. Она как бы сама по себе. Нава, да, 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 да. Они не знают, какая... Она как бы сама по себе. Ой, подожди, 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 сейчас пойдем. This love, living independently of Radeka and of Mohana. Она как бы живет сама по себе. Она учит их танцевать. И Радху, и Мохана. And this love teaches Rade and Mohan how to dance. Учит шептать. Учит петь. Учит всему. То есть она является гуру для них обоих. Это некая неуловимая форма абсолюта. Это форма ананги. Божественная форма. Божественная форма, не имеющая формы. Потому что существует только в форме страсти. Она существует только в форме страсти. Она существует только в форме страсти. И постоянно меняется каждое мгновение. В глазах и уме влюбленного и возлюбленный всегда свеж и нов. В глазах в уме влюбленного и возлюбленный всегда свеж и нов. И взаимная любовь Радхаки и Матхавы имеет всегда такую обновляющуюся природу. Шиларупа Гасвами приводит следующий пример в своей Данакели Калмуде. Увидев Шри Хари стоящему место сбора налога около холма Гавардхана, Шри Рафика сказала Бриндадере, «О, подруга, Шри Хари пересекал путь моих глаз раньше уже много раз, но я никогда не видел его с такой беспрецедентной сладостью». Мои глаза не способны насладиться даже атомарной частичкой сладости какой-нибудь из частей его тела. Мои глаза не способны насладиться даже атомарной частичкой сладости какой-нибудь из частей его тела. Мои глаза не способны насладиться даже атомарной частичкой сладости какой-нибудь из частей его тела. То есть её глаза бегали. Они бегают. Почему они бегают? Почему они так бегают? Потому что она обозревает его тело целиком, останавливаясь на каждой из частей его тела, и не может понять откуда столько сладостей в каждой из частей его сладчайшего тела. Мои глаза не бегают. Почему её глаза не бегают? Потому что в каждом моменте эти глаза, они бегают из каждой части его сладкого тела, и они не могут понять, и не могут держать всю сладость хотя он является олицетворением всех его чувств. Он является концентрированной формой её премы. Он является концентрированной формой её премы. Самой её жизнью. Такова великая слава Анураги. Это Анурага называется «Удара», что значит «превосходная», «прекрасная», «великая» или «благородная». И она полностью свободна от желания личного наслаждения. Эти любовные игры являются дивья, трансцендентные или лолита, эротические. Шри Рупа Госвами говорит Бахтира Саморегасистенто. Лолита означает «изобилие эротических действий». Шри Рупа Госвами следует. 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 Они чирарти сприша, что означает, они полны огорчения. It is чирарти сприша, which means, it is full of grief. Они полны огорчения. It is full of grief. Потому что им никогда невозможно утолиться. Because it can never be saturated. Жажда усиливает вкус. А вкус усиливает жажду. As much thirst as there is, that much savor there will be. С такой постоянной жаждой в своих сердцах. Тут написано «Гопин», но на самом деле скрытое значение это Рафика. С такой постоянной жаждой в своем сердце Рафика поет. Я не дочитала предыдущей сейчас. As much thirst as there is, that much savor there will be. And as much savor there is, that much thirst there will be. With this constant journey in their heart, here it is saying all peace, but we can understand that it is Radeka who is singing. Я смотрела на его форму с тех самых пор, когда родилась. Я смотрела на его форму с тех самых пор, когда родилась. Я смотрела на его форму с тех пор, когда родилась. Ковинта Мохини? Ковинта Мохини? Не выдерживает техника твоего водопада. Рад, рад. Дамодар, пока ее нет, можно маленький вопрос? Погоди, а нас ведь сейчас не поймут, иностранцы нас не смогут понять. Они будут раздражаться? Да ладно, они вайшнавы, чего это они раздражаться? Рады, рады? Так, прошу прощения, я переподключилась. Я смотрела на его форму с тех самых пор, когда родилась. И мы сразу вспоминаем это мгновение, когда Радика, маленькая Радика впервые увидела его, посмотрела на него. Но каким взглядом? Это очень важно. Маленькая Радика посмотрела на лежащего рядом маленького Кришну, но как она посмотрела на него? Мы можем вспомнить этот эпизод, когда Кришна, когда ребенка Кришна и ребенка Радика встретили на первую очередь. И как их глаза встретились. И что было внутри глаза Радика, когда она была первый раз посмотрела на Кришну, когда она была ребенка? Это же был небегающий детский взгляд. Это не было благословительное ребенка. Это был взгляд, наполненный страстью. Не похоже на детский взгляд. Этот взгляд был взгляд с пасши. Так что это не как обычные дети смотрят на друг друга. Я смотрела на его форму с тех самых пор, когда родилась. Я видел его форму с тех самых пор, когда родилась. Но мои глаза... У кого-то там шумит. Выключите, пожалуйста, микрофон. Пожалуйста, закрепите микрофон. Мы можем слышать что-то лето. Лето лето леет. Спасибо. Спасибо. Но мои глаза... Но мои глаза... Секундочку. Но мои глаза никогда не были утолены. Но мои глаза никогда не были утолены. Я хранила его в своем сердце в сотне тысяч эру. Я хранила его в своем сердце сотни тысяч эру. Но оно так и осталось безутешным. Но я постоянно пью нектар его слов. Я постоянно пью нектар его слов. Но мне кажется, что они никогда ранее не касались моих ушей. Сколько весенних ночей я провела с ним? Я до сих пор не понимаю его игры. И все равно я не понимала его прошлые годы. Здесь имеется в виду эти странные Игорь Мохана, когда он опаздывает. Это те самые игры, которые поднимают особые волны страсти в сердце Фримати. И позволяют прожить еще большую полноту этой самой взаимной страсти. Радха и Мадхова в возрасте первой юности. Проявляют посвящение и наставление в волнах искусности в своих всегда свежих имерах. Здесь важно. Проявляют посвящение. Это очень важно. Они никогда этого не делали. Они впервые предаются этой страсти. И они посвящают друг друга в эти секреты, в эти тайные глубины этой страсти. Поэтому они и посвящают, и наставляют друг друга. Именно в этой сущности расы. Шри Бринда-Деви сказала Кришне. О, Кришна, начало Твоей юности действует как гуру для Радхики. Шри Бринда-Деви сказала Кришне. О, Кришне, Your beginning adolescence acts as a guru for Радхика. Гуру, обучающего её тому, как шептать друг другу в уши. Гуру, who is teaching them how to whisper in each other's ears. И здесь мы вспоминаем, да, предыдущий стих, какие четыре слова шепчет Радхика в ухо, мохана. Тихо, тихо, прямо в ушко, какие, что она шепчет ему. Переполненная страстью, какие четыре слова она шепчет ему. И здесь мы можем помнить предыдущий стих, где говорили, что четыре слова Радхика шепчет в ухо, очень-оченько и очень-оченько. Она шепчет эти четыре слова. Как предлагать тайные молитвы. Как предлагать тайные молитвы. Что л governments irresponsом? Ведь они молятся друг другу. Потому что они молятся друг другу. Я молю тебя, позволь мне ещё раз увидеть... Позволь мне, хотя бы ещё раз увидеть тебя. Я молю тебя, позволь мне ещё раз увидеть тебя. I'm praying to you, may I see you another time. Я молю Тебя, позволь мне еще хотя бы раз услышать Твой голос Сколько здесь настоящего, сколько здесь подлинного и узнаваемого Ведь это не Бог играет в человекоподобные игры Это человек играет в богоподобные игры Не Бог играет в человекоподобные Бог не подражает человеку, играя в его игры Этот человек подражает Богу, играет в богоподобные игры, в том числе страсти Мы продолжим говорить о гуру О том, как начало юности Мохана является гуру для Радики Как она учит, как этот гуру учит, как эта юность, этот гуру юность учит обманывать своих близких Как найти шанс выйти ночью на свидание? Как оставаться глухой к словам своих старших? This guru is teaching how to be deaf for the words of the superiors К словам своих гуру, шастр Как держать свои уши открытыми для звуков твоей флейты Другими словами, для звуков твоей страсти Ведь это же звук сущности расы О которой говорит этот стих We can understand that this sound is the sound of essence of Rasa himself Этого сладострастия Сладости и страсти Of this sweetness and of this passion The essence of this sweetness and of this passion Которые, проникая в уши, попадают прямо в сердце И заставляют бежать, не разбирая тропы навстречу тебе And make a person rush out very strongly Through all the obstacles just right to you Ширадика также известна как гуру Шри Кришна Ширадика is also known as the guru of Шри Кришна Кришна сам говорит в читании Чиритамрите Любовь Ратики — это гуру А я ученик — танцор Шир Кришна himself says in читании Чиритамрита Love is the guru and I am the disciple dancer Она всегда заставляет меня танцевать различные танцы Ему сразу вспоминается, сразу вспоминается Джаганатхапури И этот безумный танец страсти Махапрабу Танец страсти Шири Мати Ратики Которая она явила всему миру Which she reveals to the whole world Это шикша и дикша в расе It is дикша и шикша в расе В материальном мире Мы сначала должны получить дикшу и шикшу Перед тем, как начать совершать баджану Но в духовном мире дикша и шикша являются самой расой But in the spiritual world Дикша и шикша are themselves' расы Этой страстью These дикша и шикша are themselves' passion Переполненный жаждой и сладостью Overwhelming with thirst and with passion Дикша – это страсть Дикша – это страсть И Гуру передает именно эту страсть Шири Мати К Мохану And Гуру is giving this passion Transfer this passion To Радика К Мохану Именно это мы пестуем Именно это мы пестуем Именно ее мы бережно растим Росток этой пламенной страсти And this very thing we are cultivating in our hearts Like a tiny sprout Brightened heart Это и есть бхакти It is the bhakti itself It is not an imitation of bhakti It is genuine bhakti itself Безумное It is crazy, completely crazy Полное чувств Full of feelings Полное жизни Full of life Шипада говорит Пусть же наши сердца Достигнут высочайшего совершенства Шипада says May our hearts attain the highest perfection Осознание сладких форм Качеств и игр Радхи и Мадхавы May our hearts attain the highest perfection Consciousness of rada and mother's sweet forms Суть которых Раса Essence of which is rasa Так заканчивается Комментарий Шипады К 65 стиху Радраса субганитхи Сейчас я немножко не дочитала Сейчас я все прочитаю May our hearts attain the highest perfection Consciousness of rada and mother's sweet forms Qualities and pastimes Thus end the verse number 65 Ширада раз осознание Если у вас есть какие-то комментарии Или вопросы Именно по теме По этой основной теме Я не возвращался К повторению предыдущего стиха К повторению этих Шести видов искусности Чтобы не увеличить объем Нашей встречи Если у вас есть какие-то вопросы Но хотел Сконцентрировать внимание На основной теме На основном открытии Которые На котором говорит она Тогда собак Если у вас есть что-то На этом вопросе На этом вопросе Или на этом вопросе Но на этом вопросе То есть мы можем Дисказать Мы можем Мы рады Слушать Вы Потому что для меня Это кажется Крайне Революционным Потому что для меня Это кажется Революционным Потому что для меня Это то, в чем В крайней степени Нуждается Мой прогресс Мой путь Моя садхина Я могу сказать Для меня Что моя садхина Мой спирит Да, конечно А то Тебя не остановить Останно всегда Вот Да Удивительное состояние Ты описывал Так что они Вот это Ощущение новизны Оно дает Некое Частье Постоянную Ананду Рад И в то же время Мы спускаемся По тексту По санскриту Вернее По тому Что ты описывал Валита Валита Это изобилие Жажда Увеличивает вкус А вкус увеличит Жажду Да И тем не менее Они полны Огорчения И с одной Как бы Вот у меня вопрос С одной стороны Они как бы Да Полная Ананда Они счастье Они Да Но вот Где вот Вплетаются Да Вот эти Две Две нити Водопада Вот их эмоции Их страсти Да Жажду их Вот С одной стороны Постоянное Ненасыщение Постоянное Нередотворение И в то же время Они как бы Они веселые Они Они дарят Друг другу Эту любовь Они топят Друг друга Они учатся Друг у друга Вот Как Как вот эти Две эмоции С одной стороны Счастье А с другой стороны Неудовлетворение Тут я даже Подчеркнул Огорчение Безутешность И неудовлетворение Радак Они Счастье lies in в чувственном в чём? В чувственной природе нашей вечности. The answer lies in sensual nature of our eternity. Не в понятийном состоянии нашей обусловленности. The answer lies not in concept not in these conceptual things. Понять при помощи ума и помощи нашего разума — это невозможно. We cannot understand this using our minds and our brains. Можно поискать и прикоснуться через примеры примеры, когда мы счастливы, но в то же время не утолены. We can understand this condition if we can remember us when we are happy, but some satisfaction is there also. таких примеров множество в жизни. We can see many examples of such states in our life even. И самый яркий из человеческих примеров — это пример влюблённости. And the most vivid example of human's life is like when we are falling in love. Влюблённые счастливы рядом друг с другом. Lovers, they're very happy to stay near each other, to be together. Они веселые, они шутят, они полны радости. They're very happy, they're joking with each other, they're smiling at each other, they're overwhelmed by joy. Но им постоянно мало друг друга. But it's not enough for themselves. They're not satisfied even when they're together, because for them it's never enough. It's never enough. Они требуют большего, то есть им хочется большего, хочется большего. They want more and more and more. Это в этом мире есть иллюзия утоления, насыщения чувств, материальных чувств. Предел насыщения материальных чувств. в этом мире есть предел материальных чувств. Если мы прикоснёмся слегка один раз к руке возлюбленной, ей будет приятно. счастливее мы touch once the hand of our beloved, she will be happy by this. Но если мы прикоснёмся тысячный раз к этому же месту, то у неё здесь будет ожог. нас обманывает наш материальный опыт, опыт насыщения. насыщения. our material experience deceives us, cheats us. но в духовном мире насыщения не происходит. Because in this world we are feeling like it's enough. And in spiritual world there is no it's enough. с каждым прикосновением жажда прикосновения будет только расти. In spiritual world while lover is touching beloved so for her it's never enough. Her desire is growing more and more of his touch. Это иной вид существования. Иной. It's completely different way of existence. Way of feelings. И ответ лежит по ту сторону времени. So the answer lies beyond this time. За пределами возможности наших временных чувств. Beyond of capacity of our temporary senses. Здесь мы можем лишь слегка прикоснуться к этой теме. Here we can touch slightly this topic. Да, мы играем в богоподобные игры. Здесь иллюзия богоподобия. Here in this material world we are playing like God's game. it's an illusion for us. Тренажерный зал. Like a playground with a simulation of reality. цель которой пробудить наши чувства. And the aim of this playground is to awake our feelings. Прогресс идет именно от без чувства к чувственности. а не наоборот. The progress on the past is when we are moving from lack of feelings to full feelings. Рады, рады. Рады, рады. Спасибо большое. Спасибо, Дамадара. Ну вот правильно я понял, то есть получается, что то, что здесь как бы для нас совершенство или наслаждение, оно как бы ограничено, имеет предел. Но если мы говорим о том самом вечном Арабхии и Говинде во Вриндаване, то здесь получается комментарий, тогда надо немножко поправку сделать. Беспредел совершенства, то есть досвойства ихнего вот... Да, имеется в виду здесь русский на русском языке, да, я по ходу текста уже менял какие-то элементы, но здесь попытка это имеется в виду то, что находится за пределом. Здесь имеется в виду, вот имеется в виду здесь комментарий, это то, что находится за пределом. Это предел, то есть это то, что выше всякого совершенства, это то, что это открытые ворота, то есть другими словами сущность расы это то, что открывается ворота, вот в неизвестное открывается ворота. Я ничего не знаю здесь, я ничего не знаю здесь. Это имеет в виду предел Как в храме предел Это перед тем, как войти в центр В саму храмовую комнату Предел Мадара, а можно Транспортировать Дабы Не для ума Не для наших материальных Для нашего сознания Для понимания Вот это огорчение Не удовлетворение Я опираюсь на твои На твои выводы Это и делает их Новыми, новыми, новыми Непознанными Да, здесь же Здесь же не огорчение В материальном смысле слова Это не огорчение материальное То есть нас переводят, не переводят Перевести, да Это же не материальное Огорчение Это же Это такое огорчение Неспособности Здесь огорчение Это понимание своей Неспособности То есть божественное Высшее Божественное Переживает свою Неспособность Дойти до предела Неспособности Неспособность It means like the god, he cannot reach, he is incapable to reach his own sweetness. And for him it's like a grief. И это есть движитель. Нет, никогда. И это есть движитель вечности. Никогда. Это бесконечный ядерный реактор, где они идут в это исследование. В это исследование вот этой расы, сущности расы. And this incapability to reach their own sweetness up to the height, the very height, it's like the thing which makes moves everything in the spiritual world. It's like this atomic reactor who is acting like eternally and make the movement. Без этого огорчения, этой неспособности, не существует расы. Не существует расы. Without this grief, without this distress, there can be no racial. Не существует страсти. There can be no passion. Это как раз, это огорчение и есть проявление этой страсти. И это огорчение, еще, 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 more, 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 more. Ани-я, ани-я. Ани-я, 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 ани-я. And this sorrow means like, it means to make this desire more and more, to go higher and higher, because for God it's never enough. It's like more and more, give me more and more and more and more. Да, Мадара, то есть, то, что здесь, то, что мы слышим, да, звучит как вот какой-то, как бы, да, в мире двойственности негатив, то там это суть, это суть расы, да, это постижение, вот эта новизна, новое обновление, жажда, это все увеличит их страсть, жажда, да, получается. Вот все как... Да, да, то, что мы же, я же говорил, вот если ты будешь просто, когда закончится, ты попробуй потереть себя, вот. В течение часа. Через час у тебя будет красное место, ты не сможешь прикоснуться к нему. Так вот, то, что здесь огорчает, там наоборот, то есть с каждым движением вызывает все больше и больше вот это вот желание насыщения, то есть три, 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 еще больше, еще, еще сильнее, сильнее три, сильнее, больше, больше. Вот нужно понять эту разницу, но она не понимается через материальную ум. Она должна открываться в баджине. Она в баджине открывается, это страсть. Она открывается, опять же, как ананга, не имеющее тело, захватывающая тебя целиком, не имеющее тело, захватывающая тебя целиком. Такая, в этой материальной жизни, если мы делаем эксперимент, мы cачем, мы у takes, мы руб, руб our hand, like, тысячи раз, руб, 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 и тогда, у нас, our hand will, will be in pain, it's like, will be very painful, but in spiritual world, it's not like this, when you are touching, and when you are touching, more and more, desire to, more touch, it's like, always growing and growing, Because it's never enough So it's completely different Подмени меня, дорогой Я сейчас приду У нас класс будет Еще сколько идти Еще час Давайте вот дадим слово Может быть преданным Еще Я вижу, что Рада Мохан То есть Монгер Мандир Они все уже ушли, видимо, у них арати По-моему, да? Да, у них пустые стульчики В алтарно, они все ушли Рады, Рады Я хотел еще вопрос задать Но Мадар сейчас ушел Он сейчас еще придет или нет? Ну хорошо, я просто Я там, может быть, еще Ну, как сказать Пока я не отвлекся Я здесь, на работе Но вот Потом, может быть, я выключусь Я хотел бы вот Задать вопрос Как раз Ну, вот про чувства, да? Человек Когда вот Ну, как это вообще Если человек, например, в жизни никогда не любил Если он не испытывал таких эмоций Это для него, ну, как проклятие? Или как? Или вообще такое бывает или не бывает? Ну, то есть Или все Или каждый человек в жизни любил и испытывал сильные эмоции? Ну, то есть мы же знаем, что бывают люди То есть это сейчас модно говорить Ну, вот такое Я не помню, как называется явление Когда человек, он вообще не хочет, ну, какие-то чувства испытывать Ну, к другому Он закрывается сам себе Ну, это целое такое направление сейчас есть Я хотел бы вопрос задать Ради, ради Я слышал вопрос Да, я отошёл Спасибо, Натаран Спасибо Да, это распространённое заблуждение в среде преданных Оно пришло из другой онтологии Из онтологии пустоты Оно витает Да, 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 конечно Онтологии Он ответил вопрос А значит, что сегодня В нашем мире Это очень популярно Что-то На самом деле Так что люди Не хочу уйти Плаченились Они не хотят Лучить Неспособно Они хотят Бел tymיים Д Одан Тан-депс Не овости Откручивая Mit Оптinflamm И Он ответил Одну Да, эта мисконцепция очень популярна между бхактами, и эта мисконцепция пришла из другого бранча знаний, это из Шуньявада. Концепция пустоты. Концепция мпл. Да, и ещё, и вот такое уточняющее. Может быть, это какое-то проклятие на человеке, когда он не может это испытывать. Ну вот чувства все раскрытили, ещё что-то. Вот это что такое? Это опять же целая лекция, можно говорить об этом. Любое так называемое проклятие в любом случае это принятое нами вследствие какого-то события, принятое нами решение, когда мы принимаем чему-то следовать, кем-то быть. Поэтому здесь в любом случае есть наша воля. Без нашей воли никакое проклятие существовать не может. Невозможно никого проклясть, если сам человек внутри себя не примет это видение. Потому что проклятие, как мы говорим, что такое проклятие, это иной способ видения, всего лишь чужой способ видения, из которого проистекают какие-то виды болезни. То есть все виды болезни возникают из способа видения. Опять же, это целая лекция. Правда? С Ana, я requirement. not to feel, not to love, maybe it's just a curse, and Дамударе с jaw, answering that the curse, it's like, it's just another, it's just a version of another person, of consideration for you. So it's just that someone wants something for you. But if you are not accepting, this curse will not work for you. И освобождается человек от этого либо сам, либо при помощи того, кто видит эти конфигурации, и способен создать противоположность этой конфигурации. Другими словами, должен возникнуть волевой импульс, твой собственный, исходящий из центра твоей вечности, импульс, который изменит любой вид заблуждений. А этот импульс – это импульс страсти, потому что мы вышли оттуда, из этого центра, из этого ядра, из этого пламени. Мы неотъемлемая часть этого пламени, этой страсти. Мы следствие взаимоотношений между Радхой и Моханом. Мы рождены из суммы их чувств. Поэтому можем распознать в себе этот живительный источник, который разрушает все проклятия. И наполняет нашу жизнь. Да, это заблуждение, когда некоторые думают, что отречение может привести к какой-то сладости. Есть много примеров, которые, скажем так, высмеивают это заблуждение, когда отречение – это как «я отрекусь от еды и насыщусь». There's a great misconception that renouncement can make us make us happy, make us full, make us go to our goal faster. It's completely wrong. It's like when we are saying like I will renounce all food and thus I will be full. I will feel full. Но единственное, до чего может дойти живое существо, следующее этим путем – обесчувствование. обесчувствование. And only one thing, this person who rejects all the feelings, one thing that this person can attain is? обесчувствование. 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 То есть, когда мы лишаемся атрибутов личности. the only thing, this person who rejects all the feelings, it's like depersonalization. When we are rejecting all personal feelings about others. И откатываемся к началу нашего путешествия по этому миру. And thus we are coming back to the very, very beginning of our journey. Когда мы вышли с безличным пониманием, с счастьем вечности, с бытием вечности и сознанием вечности, то есть с безличным. То есть мы вышли из этого состояния. То есть когда мы рождаемся, мы рождаемся такими безликими, безличными, то есть безчувственными. Еще безчувственными. So, such a person is coming back to the very beginning of his spiritual advancement. When we were born, we came out quite impersonalized with just some concepts of eternity, of all these things, like impersonalists. и максимум доступное здесь счастье, это счастье и вечности. Вот эти изначальные, изначальные, начальные, не изначальные, а начальные, начальные, начальные состояния, с которыми мы начинаем развитие здесь, внутри этого материального мира. Именно развитие. And this, inside this material world, the first step is of our development is to go from this the personalization from this impersonalism. of our lives. У меня уже язык заплетает. Ну все, мы сейчас заканчиваем уже. Я сейчас мысль доведу. Но то счастье в сравнении с этой счастью, счастье сознания и вечности по сравнению с счастьем расы, о котором мы говорили сегодня, подобно капле в пустыне, одной капельки в пустыне. And here, in material world, for the person who is just in the beginning of his spiritual path, the limit of happiness is the happiness of just eternity, like this. But in comparison with happiness of раса, it's like one drop and the vast, vast big ocean. Или еще сравнивают его со следом от копытца, наполненным влагой. And also, it also can be compared with a print of hoof print filled with water. По сравнению с бесконечным океаном расы. So, this happiness of eternity, it's like this tiny hoof print filled with water in comparison with the vast, vast big ocean of раса, happiness of раса, at the end of this spiritual. Yeah. Yeah. действительно, это вот это вот это популярное сейчас сознание, это имперсональное видение, оно захватило мир, и мир страдает именно от этого. И все, что мы видим сейчас, и войны, и распри, это все следствие, это все следствие обесчеловечивания, обесчувствования, это все следствие этого видения, этого видения. And now this this theory of impersonalization is very, very popular among people, among this world, and it is the cause of all wars. This depersonalization, this lack of feelings, lack of this so it's the big problem for all the world. Самадара, давай на оптимистичной ночи закончим нашу встречу, да? Давай, давай. 20 слов. Да, у меня второй маленький вопрос, маленький вопрос. Я последнее, сопливое, не кидайте копии. Вот меня просто когда ты читал, да, и вот меня просто зацепило вот это вот начало юности Кришны действует как гуру для нашей Гаури, для Ратхики. И она обучает их как шептать. Знаете, вот когда любимый с любимой, а не в уши. Вот что? Вот этот шепот, шепот любимого. утром, 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 notes and he has one more question one more tiny question he's saying and he wants to Damodar to explain and to share on this how it was said in this verse how this love is like a guru acting for Radhika and Mohan and how this love guru is teaching them how to whisper in ears and even in this world we can see how lover and beloved how they are whispering something on their ears so he wants to share Damodar to share I'll read you I'll read you these four words you were in class when we said the previous verse I'll read you the previous verse I'll read you the previous verse yeah I wonder I'll read you yeah you're here yeah you're a Вот так, четвёртый стих. Итак, четыре слова. Такие важные слова, которые она говорит, «шепчет на ухо ему». Эти слова — это наполненная страстью девушки, девушка наполненная страстью, присполненная страстью. Это, если вот такой материальный пример, но это далёкий, лишь очень далёкий пример, но понятный для нас. Она шепчет ему. Можно? Да, да. So, now they want to read the previous verse, these four words, what Radhika is whispering to Mohan's ears, and Damodarki is saying that Radhika now, she is overwhelmed with this passion, with this divine passion. And we can see even in this world, how girl in love, how she is whispering to ear of her beloved, but in comparison with the highest reality, it's like nothing. И Radhika шепчет ему now, «Ва шикарна!» Это же призыв! «Ва шикарна!» То есть «Владей!» «Владей мной!» Я сейчас не могу переводить это всё совсем в человеческий язык, чтобы не приступить к черту, но вот это вот, это страстное, это её страстный порыв, это её призыв, чтобы он вышел из состояния ступора, он же бездействовал, он смотрит на неё и бездействует, он не моргает, смотрит и не может ничего сделать, и сказать не может. И она ему дарует этот вот призыв к действию. То есть это первое, что она говорит, «Ва шикарна!» То есть контролируй, возьми контроль. Да, ну не говори таких слов, но что ты, я же только хотел избежать этого всего. записываешь у нас. Возьми мою любовь, следующее. Ну да, прими, да, возьми. Учатана. «Я так привлечена тобой, я так, я пылаюсь страстью, я пылаюсь страстью, я безумно, я безумно от тебя». И дальше она говорит, «Унмадана, я схожу с ума, я схожу с ума по тебе». И «мохана». То есть это тоже безумие, тоже переводят как очарование, но то есть я окончательно очарован тобой. То есть мы видим, как идёт волна через безумие к полному, к полному безумию. То есть это у нас в русском языке мы должны добавлять какие-то слова, чтобы раскрыть их содержание. А здесь, видишь, за счёт санскрита идёт волна, 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 волна. Гурюдев, Решал, Гурюдев, Решал, Жай Гурюдев. Гурюдев, they are crazy. Ради, ради. They don't want to end the class. Open your mic, please, we cannot hear. Open your mic, Гурюдев. We cannot hear you. Please open the mic. Yes, yes. to my Dhamudha. They're so nice. I don't understand that she is, but I understand her feeling. Leave it on, again, I want to listen. It's Russian. Yes, Dhamudha's feeling I want to listen. Yes. He says in Russian, I want to listen without translation your feelings. I want to listen to you. And Gauranga, I'd rather go with the feeling. German, I will learn Russian. I want to listen to you. возьми, обладай мной, обладай мной всецело. Unmada'na, я схожу по тебе с ума. Mohana, я окончательно потерялась в тебе. вот эти призывы, этот шёпот, о котором мы говорим, это то, как Mohan, форма Mohana заставляет Ратику делать это. То есть он в этом случае является её гуру. Его, начало его юности, начало юности выступает как гуру для неё, гуру, который внуждает её или учит её говорить такие слова, такой шёпот, так шептать, такие сладкие слова, шептать в уши. А шёпот, Дамодара, ведь шёпот это же тайн. Перевод. Да, перевод сейчас. Да, перевод, перевод, перевод сейчас сделаем. Нет, Дамодара это как из слова how adolescence of Mohana acting like a guru for Radhika and how this adolescence is teaching Radhika like a guru to whisper, to whisper these prayers of these passionate words like take my love and I'm crazy about you and other words. И именно они, они содержат сущность расы. В этом шёпоте сущность расы, сущность страсти Шримати, сущность страсти Шримати, сладости и страсти Шримати, сущность расы. And these words have inside the essence of Rasa and the very essence of sweetness of Shimati. Дамодара, почему шёпот? Я хочу шёпот. Я хочу шёпот. Шёпот, вот это, да, шёпот, это же когда какая-то некая тайна или мы не говорили, или... И только кинкари да это слышат, я понимаю, да, и чувствуют это. Да, 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 никто больше не слышит это. Никто больше не слышит. Только кинкари слышит это. Больше никто. Это тихий-тихий шёпот, который слышат только влюблённые и только возлюбленные влюблённые слышат это. Больше никто. Она ему шепчет на ухо, тихо-тихо, тихо-тихо на ухо шепчет ему, и никто не слышит, кроме Кинкери. Но Кинкери слышит это изнутри Шримати, они слышат это, как чувство её. Они слышат, как импульс её, как её страсть. Они слушают через её страсть. Я думаю, почему спрашиваю, почему она спрашивает, и Дамодара спрашивает, что спрашиваю что спрашиваю, когда два любви хотят в секрете что-то, они спрашиваю, они спрашиваю, очень quiet, и только Кинкери могут слышать это спрашиваю. Но, не только слышать, но и они чувствуют в сердце, в Радика сердце, это tender спрашиваю, и они могут слышать, что она хочет express to her beloved. рады, рады. рады, рады. Говин Дамахини, можно ещё маленький вопросик, вот Махарадж пришёл, как это можно упустить? У меня маленький вопросик, пусть он меня простит. Маленький вопросик Махараджу, вот смотрите, он включился, да, наша гуру-дэви пришла, а я такая маленькая сопливая подбегаю, у меня есть как-то желание, вот чем там они. И вот я вопрос Махараджу, гуру-дэву, да вот, ну просто вот так по-человечески, да, хотя бы в садах или в духовном, у меня вопрос вот, камень, который выполняет одно желание. И вот мне, вот сию секунду у Махараджа, вот спросите, пожалуйста, что бы он хотел, какое желание вот для, да, для с вами, или для себя, или для, вот его желание, вот в этой игре, да, вы Гуру-дэв, Раду Гувинда wants to ask a question for you. Can he ask small question to you? Please, Baba. He wants, he wants, he has a question for you. Гуру-дэв, can you open the mic, please, open the mic. Open the mic, please, we cannot hear you. Yes, yes. Yes, yes, Guru-дэв. The question is like this, he's saying like, oh, our Guru Manjari came, so I cannot, I want to hold his, hold this chance, to have this chance to ask you. So he's asking, like, Chintamani is the stone fulfilling one desire. So what desire do you have now, for Swamini or for someone? What desire do you have just right now, Guru-dэв? He's asking. To become King Kriya of Swamini. I pray from all Vaisnava, from Radha, Govinda, Damodha, my Mohini that bless me to become King Kriya of my Swamini. All has to bless. Without Vaishnava blessing, without Mahajan blessing, he's asking, like, that's what I want to do. Right? Damodha? Guru-dэв говорит, что у меня единственное желание стать King Kriya of my Radha. Я, говорит, вас всех прошу, у вас и все благословения, у Madhara, у Radha Govinda, потому что это невозможно без благословений Vaisnava, у Mahajan, чтобы это желание исполнилось. Я прав? Damodha, он говорит, я прав? Криво. 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 Дотамача лагай, оскобию, 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 жанне валейко. Баттами. Сэмми, он там командует. Да, там все, во всем, все. Ужить. Этими эмоциями рады. Рады, рады. Thank you, Baba. More, please. Ай, что-то командует. Рады, рады. Дудей. Да, Мадар, может быть, ты ответишь? Махараш отключился. Может быть, у тебя есть короткий ответ, да, короткий вопрос, короткий ответ. Пожалуйста, вот сейчас, одно желание. Что? Какое желание у меня? Делать. Одно желание вот у тебя исполняется сейчас, вот сию секунду. Что бы ты пожелал? Сию секунду? Что бы я сейчас пожелал? Да. Погружение. Думать. Пять секунд думать. Это спонтанно. Погружение. Погружение. Я хотел бы, я хотел бы туда погрузиться, глубоко, глубже погрузиться. Прямо сейчас я хочу погрузиться туда глубже. И однажды я хочу увидеть всё воочию, в той яркости, в красочности, в том объёме, в максимально доступном объёме восприятия. Но сейчас я хотел бы, вот прямо сейчас я хотел бы погрузиться туда, в реальность, глубже, глубже, глубже. Чтобы она проявилась во мне глубже, глубже, глубже. И Рада Говинда is asking Дамодар also, what desire does he have just right now? И Дамодар is saying that my desire just right now is to go deeper and deeper in this reality, in this divine reality. Of course, he is saying I want someday to see like as it is, everything like as it is in that world, in the spiritual world, but now I want to dive deep, deeply. Я хочу почувствовать капельку страсти в фематератике, капельку, хотя бы капельку страсти, чтобы эта капелька страсти проникла в самую суть моего сердца, в самую суть моего существа, хотя бы капельку страсти. I want to feel a drop of radical passion that this drop would come to my heart. Вот этой драгоценной капельки страсти я жажду. This precious drop of radical passion I desire just right now. Из бесконечного океана ее страсти. The vast ocean of her passion, just one tiny drop по эмоции. Дамодара, а хочешь я скажу? Этот вопрос у меня настиг сегодня в Баджане, когда я готовился к нашей встрече, читал, и мне пришел такой вопрос вот этот, спонтанно. Я сразу понял, что это надо гурум бежать, потом к тебе, потом я хотел сунити, сундарама спросить. Я хочу поделиться, что мне пришло. Я отследил этот момент. Знаете, как вот, что мое желание? Я поймал себя на этой мысли. Я хочу научить обманывать, врать и тащить, тащить на встречу, на встречу, чтобы они были вдвоем, чтобы они остались там вдвоем, знаешь, вот в этом состоянии, чтобы они были один. И потом, может быть, если моя гуру Дэви позволит тебе, знаешь, рупа и рати и за спины посмотреть, когда она выйдет, вот эту щелочку, знаешь, вот это будет, как ты говорил, Дамодар, вот эта энергия, вот когда они, они вместе, они одно. Вот я не знаю, откуда вам не такое, но какая-то ерунда, Но вот мне хочется тащить, обманывать, врать, знать, как это делать, учиться. И вместе с гуру Дэви, рады, рады. И Рада Говинда, he's saying that he was meditating today on the verses of Rada Rasa Sudhani and these questions spontaneously came to his mind and heart. Like one desire, if you have one desire, what you would wish and for himself, he's saying that I want to learn how to cheat, how to lie and how to drag Radhika by all means, like by hook or by crook to drag her to meet him with Mohana like this. Like Radhika will say to her mantra, to her master, like where are we going? And Dessy will reply, no one, nothing, nothing, we're just walking through the forest. I just want to show you some nice place. You will like it. Like she's not telling that she's dragging her to Krishna and Radhika, she's like, she's like, oh, what you are doing? Oh, nothing, nothing, nothing. We're just walking, it's like, it's just a forest. we will pick some flowers like this, to cheat like this, yes, to make tricks like this with Radhika, to play like this with him. Thank you for this, thank you for sharing. I love you, Gurdhev, I love you, I love you. I love you. Thank you. for coming to our souls. I love you all. I love you. Thank you. Radhe, 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 Radhe. Gurudevaki, Jai. Radhe, Radhe. Radhe, Radhe. Spasiboshu. Radhe, Radhe. Jai Gurudev. Radhe, Radhe, and I love you. I love you. Thank you. Нас, похоже, никто не будет выключать, потому что они ушли на обед, на завтрак вечнее, вернее. Будем отключаться по одному тогда, отсоединяться. Ну все, до встречи. Матара, следующее, раз ты будешь...